Всем привет! Меня зовут Солнцева Анастасия, я психолог и биомедицинский инженер. И на этом канале я делюсь с вами пользой из области медицины и психологии. Рекомендую подписаться. В этом видео я продолжу свой разбор сериала Wednesday, а точнее одного из значимых персонажей Эннет Синклер. Кто не видел мой предыдущий разбор, я оставляю ссылочку либо под этим видео, либо я смогу прикрепить где-то вот здесь вот ссылочку. Прежде чем приступим к разбору Эннет, я хочу сделать небольшое лирическое отступление и сказать, что я очень люблю театры. Театры, в частности мюзиклы, это, мне кажется, самое прекрасное изобретение человечества. И я безумно люблю театры за концентрацию там талантливых творческих людей. А именно за то, как один сюжет можно обыграть не только в динамике разговоров и диалогов, в том числе и в динамике изменений декораций, одежды, музыки, динамики общения, общения каких-то дополнительных персонажей, взаимодействия с залом. Это все составляет многогранную картину. И самый потрясающий навык, который я получила именно в театрах, это возможность именно такого многогранного видения, которое в том числе и мне помогает и психологии. Что ты смотришь не только на сюжет, не только на эту 2D-картинку, а ты видишь ее многомерно. И как некий такой калейдоскоп можешь рассматривать с разных сторон, находя какие-то новые смыслы и взаимосвязи. Почему я заговорила про театры? Сюжет Уэнсдэй мне крайне напомнил одну из моих любимых постановок. Она называется «Мой дорогой мистер Смит». Иван Жогин в главной роли просто... Бог, Аполлон, конфетка — это просто потрясающая вещь. Я не буду вдаваться в подробности сюжета, однако скажу, что там довольно-таки мне показалась схожая динамика трансформации двух людей, которые так или иначе соприкасаются друг от друга. Это потрясающий процесс природы, когда диаметрально противоположные люди становятся близкими друг к другу, возможно, друзьями, партнерами, и чему друг друга учат. И бесконечно шедевральная вещь, которую сделали в спектакле «Мой дорогой мистер Смит», по мере такой трансформации, по мере получения новых навыков от своего партнера, у них менялись элементы одежды. Изначально были два героя, которые выглядели исключительно в желтом и исключительно в фиолетовом, и по мере их сближения, по мере их трансформации, по чуть-чуть преображались их костюмы и появлялись в желтом больше фиолетового, и в фиолетом, соответственно, больше желтого. Вы обратили внимание на фиолетовый цвет одежды учеников? Фиолетовый цвет в психологии является неким таким символом объединения, единства противоположностей. Мне показалось это все довольно символичным, потому что в одной школе, под одной крышей, и даже, возможно, в одной комнате объединены люди, которые так или иначе друг на друга не похожи, но они уживаются и уважают интересы друг друга, и учатся взаимодействовать и устанавливать границы, чтобы друг друга не ранить. Итак, первая сцена знакомства с Эннет. Также символично мне очень показалась ее реакция. Она оборотень. Она мне представилась таким маленьким щеночком, который готов выбежать ко всем людям, который любит просто весь мир, ведь маленький собачонки любви просто на всю вселенную, и он готов облизать всем лиц, готов со всем познакомиться. И вот эта какая-то игривость, и вот эта наивность, и вот эта доброжелательность и положительные отношения ко всем людям изначально потрясающие. Есть крайне интересная сцена, так сказать, их трансформация, первая друг от друга, Уэзди и Эннет. Когда ты только исследуешь мир, ты можешь столкнуться с тем, что люди реагируют не так же, как и ты, что у людей есть другие взгляды, отличные от твоих, на одни и те же вещи. Я на эту тему даже записывала видео, что мы живем с вами все в разных мирах. Я также прикрепляю ссылочку либо под видео, либо где-то вот здесь она появится. Говоря про личные границы и про те границы, которые буквально рисует Уэзди. Очень классно уметь действительно говорить о своих чувствах, говорить о своих границах, что для вас допустимо, а что для вас недопустимо. Тут крайне важно не допускать кминитивные ошибки мышления и не надеяться на то, что другой человек вдруг догадается из вашего поведения или из ваших намеков о том, как ему следует себя вести. Здесь прекрасный аппарат, который позволяет нам доносить четко, ясно и по делу мысли до другого человека, чтобы не было недопониманий, чтобы не было никаких ложных догадок и чтобы не было впоследствии неоправданных надежд. В прошлом разборе я рассуждала на тему, что у Уэзди больше проявлено из темно-триады. Темно-триады, я напомню, это общее название для трех компонентов макавиализм, нарциссизм и психопатия. Я видела в ютубе, в принципе, на просторах соцсетей предположение о том, что Уэзди психопат. Я с этим категорически не согласна, потому что она умеет заботиться о других людях. И ее такое темное, холодное поведение это, скорее всего, защитные механизмы, чтобы максимально не сближаться с людьми и держать их на дистанции. Но мне пришла еще одна гипотеза на тему ее состояния, что у нее может быть расстройство аутистического спектра. Особенно после фразы, что у меня аллергия на цвета. Действительно, черно-белая зона для нее может быть такой зоной спокойствия и не вызывать такой бурной реакции и не напрягать. Опять же, это гипотеза. И реально поставить какую-то диагноз или сказать, что конкретно с человеком, почему он себя так ведет, возможно лишь только после общения, чтобы выяснить, какие были мотивы, какие были причины, какие были мысли и эмоции. Исключительно говорить о том, что происходит с человеком, просто посмотрев на картинку и выдвинув какие-то свои предположения, что ну вот он себя ведет так-то, поэтому он. Это невозможно. Можно сделать предположение, деленное какую-то, допустить вероятность, что с ним происходит то-то, потому что. Но реально сказать о причинах его поведения, что с ним, можно исключительно лишь пообщавшись со человеком. Хочу обратить внимание на позитивное отношение Эннет к этому миру, о том, что когда обсуждают ее радугу, ее цвета, одежды и так далее, это по факту относится к личности Эннет, но она не берет это на свой счет, а интересуется, а что не так. То есть человек, который бы негативно воспринимал этот мир и ожидал от людей, что они стремятся его обидеть, возможно бы отнес это к себе, к своей личности, что меня хотят зацепить. Это мне говорят, что со мной что-то не так. Но Эннет воспринимает людей, как они ок, и я ок, но просто поговорим о том, что не так. Это просто потрясающая, милая сцена, когда Эннет угрожает Уэнсдэй. Вы поверили ее угрозам? Ну, лично я нет. В попытке Эннет отставить свои границы есть момент, который я хочу подчеркнуть. Иногда слово нет звучит неубедительно. Мы можем, да, действительно сказать, что не делай этого, не поступай так и так далее. Но оно действительно звучит неубедительно до тех пор, пока мы не можем опираться на свой внутренний голос, на свои внутренние силы. И впоследствии в сюжете мы можем как раз-таки посмотреть о трансформации Эннет, когда она обнаружит в себе вот этот стержень и прекратится внутренний конфликт, который как раз-таки забирает уверенность из способности ее отстаивать свои границы и защищать свою территорию. Еще одна противоположность девочек заключается в том, что Эннет максимально следует за своими эмоциями. У нее нету желания как-то их скрыть. У нее нету желания как-то поманипулировать людьми или сделать, сказать что-то, чтобы другой человек определенным образом прореагировал. Все, что находится у нее внутри, сразу же отображается в ее эмоциях. У Энстрии же наоборот. И вот так как мы с вами разбирали в прошлом видео, что эмоции она скрывает и находится в своего рода режиме выживания, то есть перемещается между рептильной частью мозга и префронтальной корой головного мозга, которая отвечает за принятие решений, и максимально отключает свои эмоции, скрывает их. Очень забавно между ними разница. Мы потом увидим динамики взаимодействия, как Эннет научится отстаивать свои личные границы, а Уэнстрии научится быть более мягкой, доверять людям. Потрясающая сцена трансформации Уэнстрии, когда Эннет могла не взглянуть на взаимоотношения Уэнстрии и вещи под другим углом. Оказывается, что у вещи тоже есть свои чувства, какие-то свои эмоции, потребности, и что ему тоже нужно определенные, так сказать, установить границы, как можно общаться, а как общаться не стоит и нельзя. И здесь мы видим, что Уэнстрии вроде бы как задумалась на минутку и идет договариваться с вещью и, возможно, даже просить прощения за свое какое-то неприемлемое поведение. Однако, здесь можно предположить, что Уэнстрии идет к вещи не для того, чтобы извиниться, потому что она что-то почувствовала, а потому что в данном случае проявляется очередной раз ее макавиализм, а именно расчет, стратегия, тактика для достижения цели, когда скажешь что угодно, кому угодно, для того, чтобы достичь своей цели. Возможно, сцена, где вещь, ее, скажем так, начинает уже бесить, потому что он не хочет подчиняться, опять же, нарциссизм в связке к макавиализму, вещь не хочет подчиняться, ей никто не хочет прислуживать, соответственно, ей нужно определенным образом поговорить и договориться, сказать то, что человек другой хочет услышать, чтобы получить желаемое, и в частности как-то извиниться, чтобы вещь снова стала на сторону Уэнсдэй или стала, сложно здесь сказать, какой здесь род, какая-то часть, скорее всего, это мужская часть, поэтому стал на ее сторону и продолжил ей помогать. Как вы считаете, с чем связана такая идея Уэнсдэй? Она действительно по-другому взглянула на ее взаимоотношения с вещью, либо же это какие-то планы, расчеты, схемы и махинации? Напишите в комментариях ваше мнение. Как я уже говорила, Эннет очень хорошо чувствует свои чувства, и одна из причин, почему люди с ней хотят общаться, почему хотят с ней сближаться, она искренно в своих чувствах, она искренно свои эмоции показывает. И в моменте, когда Аякс говорит ей комплимент, она расплывается в широкой улыбке, принимаю его. Большое количество людей, к сожалению, не умеют принимать комплименты или пытаются как-то оправдать. Я неоднократно делала комплименты своим знакомым, друзьям, и я помню яркий случай, когда я сделала комплимент своей знакомой, сказала, что у нее очень красивое платье, и вместо того, чтобы сказать спасибо, она сказала, да это что, это старое, да это ему уже два года. Я не спрашиваю, сколько ему лет, я сказала, что оно красивое. То есть вместо того, чтобы принять, сказать, слушай, классно, да, спасибо, что ты оценила, мне тоже оно очень нравится, человек начинает как-то смущаться. У нас в обществе действительно не принято ярко выражать свои эмоции, я уж не говорю про то, чтобы делать комплименты, но и в том числе комплименты могут восприниматься как своего рода манипуляция. То есть ко мне хотят как-то подлизаться, так сказать, притупить мою бдительность, а потом из-под тяжка что-то сделать неприятное. Нет уж, я буду сохранить свою холодность, я ни в коем случае не покажу свои эмоции, просто потому, что надо бдить, надо все контролировать. Если вы себя узнали, напишите, реагируете ли вы спокойно на комплименты, принимаете ли вы их, или вы так сторонитесь. Еще одна, кстати говоря, проблема с комплиментами, почему людям тяжело их принимать, это, разумеется, нестабильная самооценка, когда кажется, что это незаслуженно, что это как-то неправильно. Еще одна причина, почему люди не принимают комплименты, это желание намеренно обесценить ценность себя, либо же вещи, либо же события, чего угодно, потому что люди боятся зависти. Я считаю, что зависть это просто потрясающее, потрясающее ощущение, которое только может быть. Но люди подменяют понятия и живут в мире, где зависть это некая такая последовательность. Люди мне позавидуют, люди захотят иметь то, что у меня есть, люди отнимут, люди как-то, не знаю, сделают какую-то гадость, чтобы у меня вот этого не было. Поэтому я не буду никому рассказывать о том, что я имею, я не буду никому говорить о том, например, сколько это стоит, откуда это взято и так далее. Если вы себя здесь узнали, то задумывайтесь о том, что нет ли у вас взаимодействия с миром, что мир опасен, что мир небезопасен, никому доверять нельзя, люди все плохие, крадут и сделают еще масса чего-то плохого. Если да, то определите, насколько вам комфортно жить в таком мире. Или все-таки постараться научиться давать людям шансы, в первую очередь себе, чтобы прожить эту жизнь на полную и чтобы действительно раскрываться, не бояться показать себя. В один день мы обесценили платье, а в другой день мы уже начинаем обесценивать всю нашу жизнь. Поэтому к черту обесценивание и возвращаясь к зависти, зависть это прекрасно. Но если мы относимся к ней, как к способу понять, что нам нравится, в какую сторону нам идти. Я завидовала людям, у которых есть блоги. Я завидовала тебя людям, у которых смогли найти свою эту связку, у которых все это работает, которые получают от этого наслаждения. Когда мне было страшно проявиться, когда мне страшно было говорить на камеру, такие моменты были, я себя перебарывала, потому что я поняла, что я им завидую. То есть я это хочу. И значит, я смогу к этому прийти. Так потому что у меня где-то внутри есть вот этот триггер, меня триггерит. Вот ничто из вот этого, не знаю, из 24 баночек варенья меня не трогает, а 25-е мне нравится. Я завидую тем людям, которые едят в 25-ю баночку варенья. Окей, как я могу ее получить? Как я могу тоже есть это вкусное варенье? Дальше мой мозг уже работает на тему того, как я могу этого достичь. Возвращаясь к разбору сериала и к диалогу Аякса и Эннид, я хочу здесь подчеркнуть важность того, чтобы все-таки научиться говорить словами через рот и не намекать, а прямо говорить о том, что вы хотите, о том, что вам что-то нравится, о том, что вы хотели бы там, не знаю, пригласить человека на свидание, провести с ним время, говорить о своих чувствах, о том, что вам нравится, о том, что вам не нравится. Поговоря в диалоге Эннид и Аякса, здесь, скорее всего, у Аякса есть страх недопонимания, что я, может быть, неправильно интерпретировал эти сигналы, я, может быть, неправильно что-то понял, ладно, дай я прикинусь валенком и сделаю вид, что я не понял ничего. Чтобы избегать ситуации недопонимания, недосказанности, говорите словами через рот. Это упрощает, это реально упрощает коммуникацию в разы. В первый раз мы видим открытость Эннид к этому миру и то, что она может добавить людям шанс, даже несмотря на то, что общество, в котором они живут, нормисы, они не очень относятся к этим всем ребятам из школы и считают их странными, мягко говоря. Так или иначе, она проявляет себя открыто и позволяет людям вступать в ее мир. Она впускает людей к себе. Да, действительно, в этом процессе есть риск того, что люди, которых вы впустили внутрь, могут принести вам боль. Так или иначе, закрывшись изначально до всего мира и считая, что мир это небезопасное место, мы не даем себе возможности получить новый опыт, что есть разные люди, есть разные модели поведения, есть люди хорошие, есть люди плохие, и мир, в принципе, не делится дихотомично на две составляющие, черное и белое. Мир разный, люди разные, поведение разное. И только благодаря опыту, который вы сами позволяете себе проживать, вы можете получить этот фидбэк от мира и ценный опыт. Благодаря отпрозрачным, открытым эмоциям Энет, мы узнаем, что она неправильно интерпретировала неудачный поход душ Аякса, в соответствии, которому было стыдно признаться в этом Энет. Я хочу подчеркнуть, что люди, которые максимально открыты к этому миру, позитивные, любящие, заботливые, для них самый настоящий страх — это быть отвергнутыми. Когда Аякс в итоге проливает свет на истину, что я не хотел тебя избегать, я хотел провести с тобой время, но случилась такая неприятность, у Энет наконец-таки разрушается ее внутренняя неправильная интерпретация, которая приводит ее к самому глубинному страху. Моя любимая социофобия, социальная тревога. Простой механизм формирования. Критиковали вас или увидели, что критикуют других. Из-за страха критики многие люди не хотят предпринимать никаких действий, которые бы хотя бы как-то улучшили качество их жизни, чтобы снова не испытать это максимально давящее чувство стыда и унижения от того, что вы как-то где-то накосячили или отличились от социальных норм. В этой сцене мне очень нравится, как отец мягкий и с глазами полными любви смотрит на Энет. С другой стороны, он занимает пассивную роль, позволяя маме, которая действительно тоже ее любит, проявлять своего рода экстра-заботу, экстра-критику, экстра-любовь. Да, любить можно чрезмерно, и при таком раскладе уже любовь и взаимоотношения притекают в данном случае в гиперопеку. К сожалению, нигде не учат быть хорошими родителями, но в принципе хорошее это понятие относительное, для каждого оно свое. Единственное, что действительно мы можем дать нашим детям, это безусловная любовь и принятие. Особенно в подростковом возрасте, когда ребенок начинает уже знакомиться с собой, своим «я», у него появляется возможность уже больше интегрироваться в этот мир, знакомиться с ним. Именно вот в этот момент, именно в этот промежуток можно заработать груз, тяжелый груз на всю жизнь, что если я буду каким-то, меня будут любить, если я буду с собой, я буду отвергнута. И выходить из этой конструкции можно, но крайне тяжело. Если сказать эта сцена мне просто ножом по сердцу, не бывает понятия нормальной, не бывает понятия настоящего, что такое настоящая женщина, что такое настоящий мужчина, это ровно то же самое, что сказать, кто такая настоящая рыба, настоящая рыба, она какая, настоящий хомяк, настоящий заяц, кто это, не бывает понятия настоящие, понятия самоидентичные. Я считаю, что в принципе все люди приходят с определенными интересами, задатками в эту жизнь, мы не рождаемся белыми листами. Когда мы в итоге смогли раскрыть вот эти все изначальные настройки, интегрировать их в свою жизнь и взаимодействие с другими людьми и во все в принципе аспекты жизни, большую их часть, вот тогда действительно происходит счастье, происходит магия. Тогда мы действительно становимся идентичными, мы понимаем кто мы, какие мы, куда мы двигаемся, как мы хотим жить эту жизнь и как мы можем получать удовольствие от самих себя и от этой жизни вокруг. Нормальный, настоящий, это полная херня, выкиньте это из головы, это будет депрессия, это будет суицидальные мысли. Здесь еще хочу подчеркнуть очень важную мысль, что люди в попытке найти свою идентичность, найти свое я, часто говорят, вот я начинаю жизнь с нового листа, к черту новый лист, у вас есть изначальные настройки, у вас есть изначальный фундамент, отталкивайтесь от него, не выкидывайте, не рушьте, а дополняйте, вот у вас уже что-то есть, зачем вам что-то еще, вот у вас есть потрясающие задаток, у вас есть потрясающее дано, определенные подсказки, куда вам надо. если у вас нету никакого опыта до этого, вы не знаете, откуда вам, в какую сторону вам оттолкнуться, и только имея вот этот опыт предыдущий, вы уже можете скорректировать свой дальнейший путь. Вот как раз классный момент, когда изначальную базу девочки дополняют качествами друг друга, которые в итоге приходят им на пользу. Ох уж этот внутренний голос, сколько же он нас отговаривает, сколько же он вставляет нам палки в колеса и говорит «Да сиди! Ниже травы, тише воды, оптимальненько, нагретом же место, куда ты лезешь? А ну тебе там не надо? Да кто ты такой? Да куда ты в свои годы? Да куда ты при таких-то обстоятельствах? Да у тебя же дети, да у тебя же муж, да у тебя же это, да куда ты, сиди! Кто вам это говорит? Обычно наш реальный, наш личный внутренний голос никогда нас не останавливает. Разумеется, есть инстинкты самосохранения, которые так или иначе нас где-то стопорнут и не дадут нам очень сильно как-то угробиться. Однако наш внутренний голос, голос нашего внутреннего ребенка, который «Мне все надо! И это я хочу! И это я хочу! И то мне тоже надо! Все хочу! У меня получится! Я попробую!» Дети падают, встают, падают, встают, пробуют, они идут за тем, что им нравится, глаза горят, я бегу, я кричу, я здесь, меня много! А тот, кто вам говорит «Заткнись, не терпайся, не возмущайся, сиди на месте!» Это не ваш внутренний голос, кто вам это говорил? Обычно это какие-то значимые близкие, возможно, родители, возможно, воспитатели, друзья, люди, которые вас как-то или иначе задирали, булили, как-то некорректно с вами взаимодействовали. Эта сцена мне показалась немного нереалистичной, потому что просто сказать, что «Заткнись, уйди из моей головы!» оно никак не сработает. Внутренний голос уже дошел до режима неких таких автоматов, автоматических мыслей и просто вот так сказать, что «Хорош, хватит, все, я все, не хочу вас слушать», так не работает. Здесь важно перепроживать опыт. Вам говорили, что вы, например, неудачник. Хорошо, перепроживите опыт и подчеркните для себя, где-то выпишите, не знаю, приклейте себе на стену, а вот это у меня получилось, а вот здесь я был удачником, и вот здесь я был удачником. И когда вы скобите огромную коллекцию вот этих ваших удач, вы сможете вдруг почувствовать, что «Да, я оказываю все-таки удачник», а те люди были неправы. Только через опыт, только через силу воли, когда вы прикладываете для того, чтобы преодолеть и получить этот новый опыт. Только тогда вы сможете заглушить эти голоса, только тогда вы сможете их убрать. Да, бывает очень страшно идти во что-то новое, перепроживать этот опыт, но здесь, как раз еще вот в этой сцене, храбрость — это не про то, что ты не чувствуешь страх. Не чувствовать вообще страх просто невозможный. Если вы не чувствуете страх, страх — это уже вопрос, вопрос, такой серьезный вопрос. Все люди в здоровом виде, они, в принципе, испытывают страх. Это базовая эмоция. Но храбрость — это тогда, когда ты чувствуешь свой страх и продолжаешь идти. Конечно, здорово, когда получению новому способствует еще человек, который находится рядом и обладает уже этими стойкими навыками. Именно поэтому у меня есть любимая моя фраза, что вы — это среднеархидическое из пяти людей, которые вас окружают. Если вас окружают люди, которые боятся, люди, которые ничего-то не могут, люди, которые не живут жизнью, которые хотели бы жить вы, найдите себе других пятеро, с которыми вы сможете позаимодействовать, а дальше ваши зеркальные нейроны сделают всю работу за вас. В частности, то же самое мы видим и взаимоотношениях с Уэнсдой и Эннет, и их диалоги, когда они друг у друга чему-то научились. И в результате получения нового опыта мы трансформируемся. Когда мы действительно перепроживаем прошлый опыт, снижаем воздействие вот этого внутреннего, не нашего голоса, слышим свой истинный, тогда происходит у нас трансформация. Сначала на уровне мысли, потом на уровне работы мозга и среднестатистических мыслей сзади, а потом и тело подключается. И как раз мы видим здесь некую такую метафору, когда Эннет, приняв в себе, что нет, мама, ты не права, я могу быть другой, я могу быть собой, в итоге меняется и физически. Очень многие люди, например, которые в итоге научились отстаивать свои личные границы, вдруг замечают, что они вдруг резко похудели. Люди, которые научились любить себя, вдруг тоже начинают не заедать мучным, сладким, где они добирали вот эту дозу дофамина, а радуют себя какими-то другими способами, которые не вредят их здоровью. Все начинается с мысли. Дальше мы эту мысль проносим через призму опыта. И впоследствии видим действительно классные результаты. Намерение, действие, результат. Не можете идти в одиночку, просите тех людей, которые уже имели этот опыт, которые через него прошли. Погрузите себя в среду тех людей, которые в итоге смогли. В завершении сезона мы видим, как потрясающе трансформировались девочки, какой у них произошел личностный рост, когда Эннет научилась устраивать свои личные границы и более уверенно говорить с собой «нет». Когда у нее вот в этом «нет», звучит весь ее стержень. «Да, я такая», и я сказала «нет». Иногда бывает, когда вы отстаиваете свои личные границы, бывает недостаточно сказать «нет». Это будет как-то неуверенно, что ли, и что «нет, я этого не хочу». Как-то неуверенно звучит. Иногда нужно добавлять причину, что, не знаю, вам предлагают за компанию выпить «нет, я не хочу, мне завтра на работу». Да попытайтесь добавлять сначала какую-то причину, почему вы отказываете. Когда впоследствии вы почувствуете себя уже более уверенно, будет достаточно одного «нет, спасибо». «Мне этого не нужно». «Нет, благодарю». Тогда уже люди, чувствуя вашу внутреннюю уверенность, ваш стержень, будут довольствоваться всего лишь этими двумя словами. Говоря про Уэнсдэй, это тоже потрясающая трансформация, когда она научилась впускать людей, подпускать их близко к себе, дырять им. И какой мы видели ее в начале, и какой мы видим ее в конце. Потрясающая трансформация. На этом у меня все. Я благодарю вас за просмотр. Я надеюсь, что вам понравилось. пожалуйста, не забывайте писать комментарии. Мне очень важны ваши фидбэки. Я очень стараюсь создавать для вас и для себя красивую картинку, красивое все. Поэтому мне очень важно знать ваше мнение, как им, в принципе, наш антураж, как, в принципе, вам видео, информация, подача, все, что у вас приходит на ум, пожалуйста, пишите. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мои соцсети. Я вас крепко обнимаю, целую, и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok